Всем привет! Наконец-то я дождалась своей посылочки. Я вернулась. Всем привет! Наконец-то я дождалась своей посылочки на буктеп-сюрпризе Украина. Блин, хотела начать как-то быстро и красиво, но не получилось. Короче, вот моя посылка, вот моя коробка. Сегодня я наконец-то забрала. Панама Юэй растим успешного ребенка. Мне пришла детская посылка. Так вот, будем открывать. У меня опять аж три острых предмета. На этот раз у меня крутой нож, стыренный, ножницы канцелярские. Я пришла с работы вот только что. Я опять голодная, я опять ничего не ела, я только сделала себе чаек со сгустенкой. Так что буду пить, чтобы не засохнуть, а то мне от лампочки жарко. Темнеет уже. Так, все, значит я распаковываю. Вам видно не будет. Я буду, блин, трусится камера, когда я вот тут бушую. Да, я буду потише. У меня был такой прикол, я когда распаковывала, когда отправляла свою посылку, меня заставили посылку распаковать на почте. То есть я прихожу, вскрывайте посылку. Мы сейчас будем смотреть, нет ли там чего-то запрещенного. Камера трусится опять. Блин. О, я уже вижу письмецо. Я надеюсь, там запаковано? Ну, почти все запаковано. Ну, короче, у меня такие условия. Комнатушка 2х2, где просто, блин, ну я не могу так, чтобы мне не видно было. Вот. Вот, вот оно, видите? Так, что? Оно пахнет духами? Или это чай, потому что он сверху, я его видела, как бы. Не, оно пахнет духами. Или письмо пахнет. Блин, я еще что-то увидела. Нет, все, короче. Народ, я думала, там внизу будет запаковано, но там. Нет, это не письмо пахнет. Так, я закрываю. Куда тут поставить? Так, стой здесь, я буду там доставать письмо. И тут заяц. Листик и вещтерого зайца. Тут, а вам не будет видно, а то моя лампочка, которая накаляет жар в комнате моей. Короче, ладно, все, забыли, я его вскрываю. У меня аж руки дрожат. Это я так бегала с работы сюда домой, чтобы быстрее и быстрее. А то забрала в обед и смотрела на нее постоянно. Вот она лежит у меня там под столом, и я смотрю на нее. И работники тоже смотрят, потому что я уже сказала, что мне должен прийти бухтик сюрприз. Так, 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 прочитай меня. Прочитай меня. О, какой котейка! Тут такой коте. Я сейчас вам приближу. Я вам приближу коте. Так, видите, какой коте? Красивый. Он такой классный. Вообще. Я не знаю, хорошо ли его видно. Но она, походу, вертикальная должна быть. Вот. Ну, короче, вообще крутяк. А, класс. Так, я посадила себя на место. С трясущей с миссией руками. Надеюсь, вы там увидели эту котейку. Блин. Я люблю таких котов. Вот с таким бэтменом на глазах. С приветом из Харькова. О, у меня там банки какие-то. Спасибо большое. О, мне помогал собирать посылку мой маленький чертенок, который передал тебе что-то, твоему чертенку. А, спасибо, блин. Чертенок, чертенок. Спасибо, блин. Класс. А, посылка от Алены. Black Kitty Blog. Я вам оставлю ссылочку на Black Kitty Blog. Тоже проходите. Зайчик, котейка, чертенок. Так, дальше я уже не заглядывала. У меня в самом низу. И это то, что пахло духами, наверное. Это гуртис. Гуртис. Блин, короче, чай крутой. Я знаю, эти пирамидки, я знаю, я сама их очень люблю. Это у нас. Это черная клубника. Аромат пирога. Аромат пирога. Пирога? Ну да, пахнет клубничкой. Как токсикованка голодная. Нет, гуртис это круто. Глубника со сливками или скорее с этим белым шоколадом. Капец. Все, я знаю, что я буду пить. И я еще один чай подсмотрела. Я его сразу так вот увидела и спалила. Это гринфилд. И это у нас гринфилд. Руки таки дрожат. Black Tea Collection. Опять же черный чай. Это что, бергамот? Это бергамот. Ммм, а не слышу. Так у себя бы донюхала, но не услышала, чем пахнет. Если там внезапно вырубится камера, вы не скажите. Я могу забыть. У меня каждые 7 минут она включается. Если кто не знал. Ммм, мм, мм, мм. Да. Простите, я буду сливка перекусывать. Блин, ну с чем он? Black Tea Collection, Spring Melody, весенняя мелодия. О, наконец-то, нажала знакомый язык. Индийский черный байковый. Фруктовый аромат. Я не слышу, он из-за того, что я слышу. Спасибо за два чая. Блин, это классно. Так. Так. Опа. Я что-то мягкое нашла. Ух ты. А что это? Это точно. Это чертенка-чертенку. Стопудово. Стопудово. Блин, оно что-то такое. Боже мой, это мышь. Это мышь. Она такая мажистая. И она с бубенчиком. Она такая прикольная. Я сама буду. Я не дам ее коту. Блин, она такая крутая. Такая забавная. Я сейчас вам ближе покажу. Елки, уже темно. О, сейчас попробую. Так, вам видно эту мышь? О, пи-пи-пи-пи-пи. Вот. Мышь с ирокезом. Чук-чук-чук. Ой. Она звенит. У нее хвост. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин. Ой, уже совсем потемнело. Сейчас ничего не будет видно. Вот такая вот кратская мышь. О, боже мой, кот будет в восторге. Так, я опять посадила себя на место. С мышью. Так, моя мышь будет жить у меня на полке. Ее видно? Нет, здесь не видно. А здесь? И здесь не видно. А здесь? А здесь упадет. О, все. Будет жветь. Жветь. Жветь вместе с Фэтом. Так. Я нашла какие-то мелкие частицы. Конфеты. Ой, а что это такое? Так, конфетки, да. Кофе. Кофе, кофе. Я тоже понюхаю. Есть не буду. О, вкусняшка, кофе. И еще кофе. И бомбонита. А с чем они? Я не знаю, что такое бомбонита. Я такие конфеты не ела. Я какой-то отсталый человек. Я, как правило, всякие коровки, там, милки. Вот этот вот. Короче, всякую гадость. Так, еще что-то. Ух ты. Зеленая конфетка. С карамельной трубочкой. Зеленая конфетка. А еще кофе. Вот это вот экспрессо конфет. Она просто... О, вот этот запах. Теперь я поняла, чем пахло. Вот гуртис в перемешку с этим кофе. У меня уже мозги отсохли. Так, о, о, о. Еще, 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 еще. Так, еще одна зеленая трубочка. Еще кофе. О, моя любимая пчелка. Блин. Если вы не знаете, что купите, там, мне, людям, так... Не бойтесь, покупайте пчелку. Она это... Она всегда пойдет. Любые желешки. Это все мои любимые. Ну, это таки просится мне в руки. Вот эта вот штучка. Она просится мне в руки. Так, о, подписано, подписано. Маленькая... Милота для тебя. А, это блокнот какой-то. Да, это блокнот. Сто пудов блокнот. Я прям чувствую. Ой, бизай. А, руки дрожат, как последнего алкаша. Так, я вытащу. О, ух ты! Это енот. Боже, это блокнот с енотом. Это блокнот с енотом. Если честно, это мой первый енот. Мне никто никогда не дарил ничего с енотами. Енота мне еще никто не подарил. И, блин, это первая штука с енотом. Так, блин, мне еще нужно успевать смотреть. Не выключилась ли камера. Неленовый блокнот с енотом. Он с енотом. Енот в шляпе и в очках. Класс, я обалдею. О, боже мой. Так, что там дальше по списку? А, это книга. Книга, книга, не. Ой-ой. Тут еще есть коробка в коробке. Как не умереть летом? Охладись. Это что, вентилятор? Это серьезно? Я вообще-то, когда писала, что я хочу вентилятор, я прикалывалась. Это, наверное, мини-вентилятор. Открывай своим мини-ножиком. Или, возможно, этот веер. Такое опахало. Или там, я знаю что. В этой коробочке спрятан кореев вместе с веером. И он будет ходить за нами. Блин, я так сказала, как расистка какая-то. Нет, на самом деле, я очень влюховец. Ковьяшек, точнее. Это просто самые замечательные люди на свете после енота. Так, ну что, откопаем. Ой-ой. Черт, я же посмотрела. Я увидела здесь. О-о-о-о. Водичка. А что это такое? А я такое не пила никогда. Серьезно. Коконат. Вот. Дринк. А, так, с чем она? Ну, с кокосом, наверное, да? А у нас такое водичку не продают. Почему? Я зависла. Что пишет? Хранитель на стойнут елки. Я тупой. Капец. Сейчас буду полчаса читать. Не хочется ее попробовать, если честно, и охладиться. Прямо сейчас. Я надеюсь, она, ой, она до самого верха наполнена. Она сейчас мне не это. А нет, она нормальная. Так, вздрогнем. Ммм, сладенькая. С кокосом. Народ, я серьезно живу везяслую, у нас такой воды нет. Кокосовой воды. Первый раз пробую. Очень вкусно. Сладкая, конечно, но вкусно. А это что? Вот это вот баночка. Баночка, баночка. Здесь нарисована мята. Миксит минт. Трэвл. Суитс. Дорожные сладости. А на самом деле это леденцы. Я уже подсмотрела. Раз, да, сзади. И они заклеены скотчем. Знаешь, их... Я хочу их все равно раз, раз, раз. Я сейчас себя чего-то отрежу. Чувствую. Этим ножиком. Потому что он... Мне так сказали. Он очень острый. Он заточен прям как-то там по-специальному. Я, конечно, в это не верю. Все, что наострено как-то специально, можно очень даже не специально закипить. Да, совершенно случайно. Но пальцы, наверное, полезть можно. Ну ты что, я что, тебя не открою? Кот у меня кричит. Она знает, что у меня здесь для нее подарок. Она это чувствует. И поэтому уже там стоит и терроризирует меня. Ну, открой, я тебя слышу. Скотч. Ой, я пошел ксения. Я так хотела его... Ух ты! Ох, какая лепота! Ой, я так затянулась. Здесь, на самом деле, куча сахарных пудр и всяких таких штучек. Это как будто... Это пахнет просто потрясающе. Мне так и хотелось сделать вот так вот. Но я не стала. Так, а дальше все запечатано. Дальше пошли книги. Скотч, убирайся отсюда. Ой, я опять пину. Так, с чего начать? Это книга? Так, вот здесь написано. Ой, это обложечка. Стоп, ой-ой-ой. Так, ладно, мы сначала прочитаем. Последний в твоих книжных покупках. Увидела это издание. Что, что, что? А, решила пополнить твою коллекцию. Мне кажется, это жупанский колгоспотворен. По-моему, так называется. Мне кажется, что это жупанский, потому что... Вот как раз у меня есть подборки от колгоспотворен. И я не успела, конечно же, свою подборку еще раз проверить, полистать, чтобы там... Подглянуть, как это, повторить. Да, повторить. Но мне кажется, что это она. Так, я уже вижу. Маэстры световой прозы. Жупанский. Колгоспотворен. О, спасибо тебе большое. Серьезно, спасибо. Я бы сама, конечно же, купила. Я как раз хотела купить ее перед сюрпризом. Но думаю, ладно, я добавлю, потом уже куплю. Я даже, честно, не надеялась, что кто-то купит вообще мне эту книгу. Потому что, ну, не знаю, мало кто вообще покупает что-то у жупанского. По крайней мере, среди моих знакомых. Но на самом деле оно очень качественное. И цены там на сайте просто серьезно потрясающие. 60 гривен, 70 гривен, 80 гривен. Сейчас книжку за 80 гривен. Я не знаю, где такую книжку вообще можно найти. Вот. Колгоспотворен. Жупанский. Да, я реально про нее мечтала. Я очень хотела эту книжечку. Спасибо большое. Классно. И я, кстати, тоже вот вам советую. Если вы можете читать на украинском языке. И хотите Джорджа Орла что-то купить. И хотите рискнуть почитать в нашем переводе. Берите жупанского. Он реально того стоит. Книжка. И там еще есть целые две книжки. Так. Ого. Берем еще вот эту. Давайте возьмем. Эта книга повторялась в твоей подборке два раза. Ой-ой. Я о чем-то забыла. И я решила, что ты, наверное, очень ее хочешь. Самый скандальный дебют в английской прозе. Я так читаю ужасно. Последних десятилетий. Религиозные ритуалы. Собственного изобретения. Описание ужасной жестокости и сцен насилия. Вау. У меня почему-то в голове всплыла осиная фабрика Ена Банекса. Ну, я не помню, что бы я добавляла ее два раза. Я просто могла втыкануть и как бы два раза кинуть что-то. Вот. Но там как раз... Я не помню, чтобы там был... Чтобы там были какие-то религиозные обряды. Вот, честно, я этого не помню вообще. Но там есть какая-то жестокость, потому что я пробовала ее читать в электронном варианте, но как-то я зависла. Переключилась потом на что-то другое. Но вот меня Людмила Личи очень заинтриговала этой фабрикой осиной. Это она! А где... А как ты ее достала? Я ее искала, я нигде не могла ее достать. Серьезно. Я ее когда туда добавляла, я надеялась, что кто-то мне даст свою как бы бэушную книжку, потому что я не могла ее в магазинах найти ни в мягком, ни в твердом, ни в помятом, вообще ни в каком переплете, даже без переплета, там, пустую книжку. Вот даже на... Я, бывает, ищу бэушные книги на OLX или на AUKRA, где-то там вот в ВКонтакте, в группах. Серьезно, я не могла ее найти. Как ты ее достала? Ну, короче, Харьков. Харьков это просто... Это вторая столица Украины. И я считаю, это книжной столицей, культурной столицей. Вот, если Львов это такая историческая столица, то Харьков это точно столица всех наших книг и всех наших изданий, потому что большинство... Разрывайся! Большинство издательств как раз в Харькове находятся. Хотя, очень странно, когда ты заказываешь вроде в Харьковском магазине, а тебе приходит книжка из Киева. Меня это очень удивляет. Ну, все-таки из столицы, да, больше покупают. А-а-а! Это Ян Бенса. Осенняя фабрика. Осенняя. Осенняя фабрика. Блин, в Покетбуке. Ой, класс. Серьезно, вот эта редкость. Это очень большая редкость. Очень. Спасибо тебе большое за такую редкотню. Я вообще поражена, как ты ее нашла. Но, в принципе, от Харьковьян я другого и не ожидала, потому что... Блин, это же Харьков! А-а-а! Там есть все! Я хочу жить в Харькове. А Хмельницкая область не чертает вообще. У нас даже книжный закрылся. Он обанкротился. Точнее, переквалифицировался. Да, совершенно другой магазин. Последняя книжка. Так, читаем. Занима... Ой. Не могу прочитать. Занималась за... Я какой-то лошара и не могу прочитать. Зара. Нет, нет, не то. Короче, занималась за... Зар. Ладно. Огромный апельсин утреннего солнца поднимался в обрамлении подкрашенных алым облаков. При виде такого неба даже самый прозаичный зануда ворук... Нет. А, вдруг он даже открывает... Открывает погребенную в недрах души потребность рисовать маслом. Это что, цитата из книги? Дайте я еще раз прочитаю, уже нормально. Занималась Заря. Заря. Идиотище. Огромный апельсин утреннего солнца поднялся в обрамлении подкрашенных алым облаков. При виде такого неба даже самый прозаичный зануда вдруг открывает потребность в надрах души рисовать маслом. Черт, это что такое рисовать маслом? Вот про художника у меня там точно ничего не было в подборке. Заводного апельсина у меня тоже там не было, если что. Может, там где-то что-то можно поглядеть на солнышко. Так вот. На мое искусственное солнышко. Мой искусственный апельсин. Блин, вот... Так. Книжка в твердой обложке. Не, не знаю, серьезно. Я вот сейчас буду подглядывать. А может, это Чак Паланик. Он такой достаточный. Вот, кстати, Паланика я не читала. Я туда кинула пару книжек Паланика. Думаю... Так вот думала, если мне кто-то его пришлет, это будет просто судьба. Знак свыше, что пора, деточка, пора уже тебе что-то с ним сделать. Это потусить. Хотя я очень сомневаюсь, что это Паланик. Ой, черт, она черная. Там Паланик был черный. Блин, я такую сторону развернула, что у меня не видно, чего это. Только пощупаю. Я на ощупь буду это определять. Она в какие-то полосочки. Она в полосочки. Блин. Я не знаю, что это. Капец, прости, я не могу угадать. Я такую книгу не помню у себя в подборке, если честно. Это что, Стивен Кинг? Нет. Смотрите. Что это? Это Никогни, наверное. Это Нил Геймон, сыновья Аманси. Блин. Я не узнала Нилу Геймона. Блин, да. Они там... У меня, по-моему, в других обложках оно было там. Я... У Альвины, по-моему, такая книжка. С Джинс Твинс. Вот у нее такие сыновья Аманси, кажется. Или вот та вторая. Никогни, по-моему, да. Или... А, нет. Американские боги. Блин, короче. Я вообще почти не в теме. Я тоже Геймона читала какой-то рассказик. И так очень-очень-очень давно. Даже вообще не помню, о чем он. Блин, спасибо. Я вообще не ожидала, чтобы мне кто-то Нила Геймона подарил. Не ожидала. Вот... Короче, книги вообще неожиданные. Серьезно, неожиданные. Очень, очень. Нил Гейман. Я, честно, не думала. Я даже... Ну... Вообще-вообще не задумалась. Меня моя камера уже задолбала. Она уже... Я не знаю. Она уже не через 7 минут вырубается, а через минуту вырубается. Уже прямо... Меня степает. Но здесь реально жарко. Лампа меня сейчас поджарит. И, походу, его тоже спалит. Так вот. Я не ожидала вот этих вот книжек. Вообще, если на колхоз животных еще так... Ну, а вдруг, может, кто-то там... Как бы так. И то. Не факт. Тогда как Йена Бэнкса... Я вообще не понимаю, как ты нашла. Где ты его откопала. Потому что это нереально. Я везде искала. Во всех интернет-магазинах. А Нил Гейман я почему-то не надеялась. Я его так просто за компанию добавила. Думаю. А, пускай. Так же, как и Паланика. Думаю. А, ну, пускай там полежат, как бы, для массовки. Хотя, планировала, конечно же. Когда-то познакомиться. Потому что ничего такого масштабного у него не читала. Делала сначала в электронном варианте. Но чувствую, будет так же, как с чайным емелем. Начнется все с одного. А потом закончится тем, что закончится. Ладно. Я все вот это все беру. Короче, показываю. А то сейчас точно пожаримся. Мы тут... Фу. Лампочка моя. Сколько там? 130 ватт. Ой, то есть, не ватта там. Короче. 13 ватт. Так. У меня есть три книги. Замечательные три книги. На которые я вообще не рассчитывала. Дальше у меня есть крутые конфеты. В очень красивом баночке. У меня есть мой первый енот. Первый блокнот вообще что-либо с енотом. Я так люблю енота. Ну, мне никто еще никогда не дарил ничего с енотами. У меня есть енот. Я просто счастлива. Мега счастлива. Так. У меня есть целый два чая. Ну, походу, человек просто не знал. Алёна не знала, как вот... Плачу выбирать. Правильно. Я вот придерживаюсь тоже такой политики. Зачем выбирать между там какими-то двумя сладостями, если можно? Почему бы не взять обе? Зачем как бы выбирать и там вот страдать лишний раз? Да, можно себя баловать. И остальных тоже. Да, я такая умница. Так, все. Это как-то мне в прошлые разы лучше влазило в руки. Я как-то лучше складывала это все. О, блин, сейчас конфеты упадут, серьезно. Так, у меня есть вот с котейкой штука. Да, у меня есть мышонок. У меня есть пушистый мышонок. Красивенный мышонок. Ой, тут у меня кто-то падает. Короче, так, вот тут сиди. У меня есть водичка. Ну, она уже не совсем холодная. Она нагрелась. Ну, почта, да. Почта, как бы, у меня есть заяц. Заяц. Так, и еще у меня есть куча конфет, которые, ну, мне в одну руку точно не влезут. Короче, зеленушки. Как правило, тут зеленушки. Кофе. Ну, блин, ну, конечно, я же кофе люблю. Вот. Это все, что мне влезло. Мои любимые кофеюшки как раз влезли. То же, что надо. Я надеюсь, я ничего не забыла показать. Я все. Вот эта бутылочка. Бутылочка моя. Я ничего не забыла. Я все взяла, да? О, Алена, спасибо тебе большое. И вам, народ, спасибо, что посмотрели. Я оставляю ссылку на канал Алены. Спасибо вам всем. Всем, кто участвовал в BookTube сюрпризе. Тебе, Алена, огромное спасибо за все твои подарочки. Я очень счастлива. Я так ждала этого. Короче, наконец-то свершилось. Я просто мега счастлива. Я сейчас пойду. Пойду есть, пить. Нет, сначала положу в морозилку, а потом буду пить. Да, спасибо, спасибо тебе огромное. И вообще спасибо, что ты есть, что ты существуешь в таком замечательном городе Харькове. Потому что, ну, блин, серьезно, твой город просто замечательный. Там, ну, там просто... Это мечта любого книголюба в таком городе жить. И вообще спасибо тебе огромное. Еще раз уже в сотый раз, да, я знаю. Все, всем спасибо. Пока. Орсик. 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 Субтитры создавал DimaTorzok